Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения. У меня сегодня хорошая новость для вас, любителей игры Хастл Кастл. Мы получили очередное обновление. И сейчас будем с вами смотреть. Так, ну это для меня в данный момент не важно, эти нападения. Так, давайте посмотрим сундучок. Какой-то он красивенький стал. Так, дайте я соберу здесь. 61, 64. Понятно. Дорогие игроки, это мы же вроде читали, да? Ну, мы сможем забрать награду. Синий сундук причем, ребята. Спасибо вам, разработчики, за подарочек. Ну, а теперь будем читать. Дорогие лорды, мы рады представить вам очередное обновление игры. Ниже вы можете узнать об изменениях и новшествах, которые появились в игре. На карте открылась шестая зона Царства Льда. Неужели? Наконец-то, дождались мы, ребята. Продолжите свое эпическое приключение по освобождению принцессы и короля. Вас ждут новые монстры и ужаснейший босс Чав-Чавк. Появилась новая комната, ювелирная мастерская. Она становится доступна для постройки на седьмом уровне тронного зала. В ней вы можете создавать кольца и амулеты. Чудесно просто, ребят. Мы пересмотрели стоимости и награды всех сундуков за алмазы в магазине. Цены стали ниже, предметов теперь выдается больше. А шансы получить раритетные и легендарные предметы значительно увеличились. Сундуки с ресурсами также стали в несколько раз дешевле и выгоднее для покупки. Что ж, это очень большой плюс для донатеров. Был увеличен шанс найти вещи в подарочных сундуках. В сундуках вторжений и наградах за задания. Вот это вот радует, ребята. А то, сами видели. Не фартило в последнее время. В игру введены новые предметы. Волшебные часы и костюм часовщика. Данные предметы позволяют сокращать время создания предметов и заклинаний в вашем замке. Помимо этих предметов, на сокращение времени влияет алхимия жителей. Чтобы сократить время, снаряжайте своих алхимиков новыми предметами и помещайте их в соответствующие комнаты. Данные предметы можно найти в любых сундуках. Мы полностью перерисовали все сундуки и проработали анимацию их открытия. Теперь, мы надеемся, вам понравится. Ведь сундуки теперь выглядят просто великолепно, как и их анимация. Оставайтесь с нами, ведь впереди еще много интересных обновлений и нововведений. Спасибо за внимание и удачи. Ну что же, ребята. Я вам скажу, что очень-очень весомый они сделали вклад в игру. Мне, в принципе, очень нравится. Осталось только все это, естественно, протестировать и посмотреть. Так, ну а это, ребята, мы уже с вами в прошлый раз читали. Ну что же, давайте непосредственно перейдем к игре. Да, сундуки действительно смотрятся намного приятнее. Ох ты, какая анимация. Феррум. Получил я амулет. Так. Да, действительно, на самом деле очень-очень красиво. 10 зеленых алмазов дали мне и посох. Шикарно. Так, у нас, значит, еще... А что это? Что это такие зеленые рожицы? Я что-то не пойму. Недовольные какие-то. Так. Собираем все, что здесь у нас накопилось. Повара-алхимики подросли. Так, 55 минут у меня будет готова броня. Так, забираем манну. Ну и вроде бы все. А, нет, еще бревна здесь остались. Так. Сталь соберем. Ну и все. Давайте заберем сундук. Соответственно, его вскроем. Отличненько. Да, очень красиво сделали они сундуки. И вот эта анимация вскрытия мне нравится лично. Так. Что у нас тут? Ну, у нас тут всякого хлама очень много. Но мне еще интересно, конечно, будет посмотреть, где вот эта новая комнатка, которую они здесь сделали. Пока я здесь не вижу ее. Литейная это была, ремесленная лаборатория, это все было. Значит, здесь. Ага, вот она, ребята, ювелирная мастерская. И стоит-то, в принципе, недорого. 1 миллион, 240 тысяч дерева. Я хочу ее себе построить. Но у меня пока нет строителей, ребят. Так. Тут 40 минут будет изготавливаться. Ну, а теперь... Оу, царство льда. Неужели нам открылось продолжение сюжетной линии, ребята? Безмолвие стужие. Зима, значит. Ну что же, давайте, наверное, с вами попробуем. Один бой. Так, не то я хотел сделать. Вот так вот перенесем магию. Да что такое-то? И посмотрим, что там за монстрики такие. Вообще, что за локация. Так, подождите. Давайте вот так, на скорость. Все, сейчас мы сделаем на замену. Так, шикарненько, ребята. Вот. Все, давайте смотреть. Кто там такие? Что там такое? Вау! Големы ледяные. И сзади некромант. Под шнырик стоит. Слушайте, ну они какие-то ватные. Смотрите, ребята. Я их разбираю, в принципе, вообще без проблем. Ну, как я понимаю, что это только начальные уровни. Так что, сильно обольщаться не стоит. Я думаю, дальше будет все намного сложнее. Что же, мы получили деньги дрова и сундук. Надо открыть сундучок. Милорд, впереди земли вечной мерзлоты. Боюсь, повелитель бездны настроил против нас их обитателей. Правильно боишься, старик. Ледяные элементали давно служат мне. Но главное, мне служит Чавк-Чавк. Эрр, Чавк-Чавк, вас кушат. Ага, вот, значит, что, ребята. Ха-ха, ну что же, хорошо. Давно я хотел встретиться с этим Чавк-Чавком. Ух ты. Магия небес. Неужели стала выпадать зеленка? Да, значит, действительно, они изменили шанс дропа. Так что, возможно, игра пойдет только в гору. Так, ребятушки. Я, значит, забираю ваши подарки. Естественно, всем спасибо очень большое. Огромное даже, я бы сказал бы. И я вам сейчас буду отправлять их тоже. Итак, приступим. Кто у нас будет первым? Ну, естественно, ему не получится отправить. Дениска, извини. Как видишь, с первого раза не получается. Не понимаю, почему. Так, Ваня Прохоров, лови. Так, далее у нас Умар. Лови, братиша. Так, Маранкин. Тимурка. Замечательно. Андрюха, держи. Подарочек. Так, давайте следующего. Вольф. Малорик, играй далее. Евгений. Женька, респект. Денис Горячев. Отлично, Денька. Так, Илья Артемов. Шикарно. И Анна Одли. Анютка, привет тебе. Так, держать. Продолжай играть. Ну что же, давайте будем вскрывать сундуки и смотреть, что выпадет. Хе, ресурсы. Сейчас, кстати, мы и проверим, насколько часто здесь будет выпадать что-нибудь. Но пока все по-старому. Возможно, на эти сундуки не распространяется. А почему так медленно? То быстро, то медленно, непонятно. Вот. Но, действительно, я хочу отметить, что сундуки прорисованы очень хорошо, качественно. И как они вскрываются, и сама прорисовка. В общем, мне нравится. Я уже говорил об этом, но повторюсь. Вот. И вообще, если честно сказать, мне такое впечатление, что игра стала немножко четче. И, может быть, конечно, мне так кажется, как-то все... Такое впечатление, что они, действительно, сделали контрастнее ее. Как-то плавнее, что ли. Вот. Нет таких уже резких, как бы, перепадов, знаете, как... В общем, вы меня прекрасно понимаете, к чему я клоню. Что даже ландшафт, на котором мы деремся с вами, вот этот задний фон, он, по-моему, даже четче стал. Та же самая река, например, лес вот этот зимний. В общем, мне очень нравится. Так держать, ребята, программисты, и все у вас будет хорошо. И, кстати, правильно, что вы занизили цены на донат. Это вам очень большой плюс, я так считаю. Так, ну что же, ребятушки. Сундуки мы вскрыли, ничего там, как вы видели, не получили. Меня это немножко, конечно, расстроило. Ну да ладно, возможно, как я уже повторил, на них не распространяется шанс дропа. Вот, видите, ребята, здесь все нормально. Да, пускай выпал обычный, но, тем не менее, выпал посох. Так, с яблоками у меня все нормуль, ребятушки. Под завязку, я бы так сказал. Ну что, я думаю, что нам пора с вами отправиться бомбить орков. Я прекрасно знаю, что они есть на карте, потому что я подобрал специально для этого время. Но для начала мы заберем все, что здесь у нас поднакопилось. Это, естественно... Так, бревна, сталь должна быть, да? Так, есть у нас сталь. Так, отдалим немножко камеру. Так, яблоки все нормально, день сжато. Ну что, давайте пойдем на карту и начнем с вами первые атаки. Ух, понеслась, ребята. Ну что, красавцы вы мои, заждались меня, да? Ха-ха. О-о-оу, тихо, 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 братиша, успокойся. Нет, ты смотри-ка, а? Завалил все-таки. Ну да ладно. Да, слабоваты мы почему-то, мне так кажется. Я надеюсь, они больше не усиляли орков-то, а? А то это уже чересчур, по-моему. Я так далеко вообще не уйду. Я уже не говорю про остальных ребят. Ладно, отлично. Первый сундук за нами. Победили. Сейчас, естественно, мы их поставим лечиться. Ну, я думаю, мне яблок вполне хватит, чтобы пройти всех этих орков. Вторжения. И я даже думаю, что нам хватит немножко даже по карте, по новой локации побродить. Потому что, как вы видели, первый бой был довольно легкий. Дальше мы посмотрим, что там будет. Ну что же, забираем бревна. Так, эти ребята у меня тут все стоят, все делают. Так, яблочки, улыбки. Естественно, настроение должно быть приподнято у моих подчиненных, так скажем. Чтобы они добывали ресурсы в полном объеме. Так, через 26 минут у меня изготовится оружие. Посмотрим, что там будет. Ну, а мы продолжаем пинать этих орков. Восемьдесят три тысячи мощей, ребят. Вы представляете? Восемьдесят три тысячи мощей. Ну-ка, давай-ка, иди-ка сюда, родной. Дай-ка, я тебя посмотрю поближе. Так. Ё-моё. Ну, хорошо, ее рисанули вовремя. Мою магичку. Да вы смотрите, у меня воин уже падает, как этот. Раньше такого я не замечал. Но тут вообще практически в каждом бою он у меня в бессознательном состоянии валяется. Так, отлично, прошли. Опять же, сундук за нами. Давай-ка, родная, иди подлечись у меня. А я пока, наверное, вскрою сундучок. Так, да. Блин, я хочу, ребята, построить себе магическую, не магическую, а где вот эти амулеты строятся. Делаются, точнее. Да, конечно же, крафтятся. Блин, очень хорошо. Я думаю, там может быть столько их, всяких вариантов. Это же... Но, опять же, наверное, ее придется прокачивать. Ладно, мы с вами это все, естественно, в ближайшем будущем посмотрим. Протестируем, как обычно. Сделаем свои замечания или, наоборот, то, что нам нравится, чтобы мы хотели, чтобы разработчики оставили. Ну, а они уже, надеюсь, они глядят все-таки периодически обзоры. Потому что, я надеюсь, не с бухты-барахты, они здесь исправляют все в лучшую сторону. Где-то им нужно мнение. И мы с вами, как говорится, сделаем такой вот небольшой обзор. И, я думаю, к финальной версии уже, а она, я чувствую, не за горами, они все сделают как надо. Как говорится, чики-пуки все будет. Давайте вскроем сундук. Отлично, шикарно, великолепно. Ресурсы, это хорошо. Ребята, и, по-моему... Ох, елки-палки, топорик. Шикандос просто. На 64 уровень. Крит. Блин, давненько-давненько я не видел зеленого оружия из сундуков, ребята. Это просто какой-то нонсенс. Разработчики, респект, так держать. И все будет хорошо. Особенно это касается, конечно же, ребят, которые только начали, например, играть в эту игру. Им, естественно, очень тяжело сейчас выкарапкаться, подняться, так скажем. Поэтому вот такие, как бы сказать, небольшие, пускай, улучшения, что зеленка стала падать из сундуков. И причем с довольно хорошим шансом. Это им даст, так скажем, задел на будущее. Чтобы хоть как-то по-быстренькому добраться, приблизиться к нашему уровню. Так, давайте разбирать этих ребят. Отлично. Следующий орк. Вот. Ну, вы не забывайте, ребята, что они сделали только царство льда. Там еще одна будет карта. Это... Так, кто там опять на меня напал? Еще будет одна карта, по-моему, называется она царство тьмы. Но это именно на этой локации, которая в данный момент только есть. Потом вы не забывайте, что еще будут порталы в другие миры. Так что, тут, елки-палки, развиваться, развиваться и еще раз развиваться. Все очень будет хорошо и шикарно. И я все-таки надеюсь, что они нам дадут возможность заиметь дракона, который будет у нас сидеть на крыше. Ну, и, возможно, участвовать в боях. Правда, я, честно говоря, не очень хорошо представляю. Даже если бы он не участвовал в боях, хотя бы его можно было бы сделать как защитника при клановых войнах. Ну, представляете, да, например, мы нападаем на чей-то замок, предположим, своей, там, группой. Или как там будет сделано, я не знаю точно. И дракон идет как, типа, сторожевого пса, охраняя этот замок. В данный момент там, как сказать, богатство. И очень сильно жарит. Например, если я туда один сунулся бы со своей армией, он бы меня просто размочил бы. Поэтому мне пришлось бы набирать себе группу, например, из 5-6 человек, да, и уже атаковать, например, его территорию вражескую. И только в том случае, если мы хорошо раскачаны, мы сможем победить этого дракона. Ну, естественно, дракон тоже имел бы свои статы. Например, там, ледяной, который мог бы замораживать моих юнитов. Огненный, который, естественно, наносил бы огненный урон. Или там, например, какой-нибудь аномалии там мог, знаете, высасывать, например, магию у моих магов, и они бы не смогли стрелять. Ну, согласитесь, было бы это очень хорошо. И довольно так круто разнообразило бы и игру, и сам игровой геймплей. Так, ну что, ты отхилился. И вообще, если честно говоря, я бы очень много чего посоветовал бы им по улучшению именно игры, разработчикам это. Потому что я уже в нее, ребят, играю, как вы знаете, очень долго, досконально тут все изучаю. Конечно, не так ушел далеко, как многие там из вас. Но, понимаете, если бы я играл бы в нее постоянно, то бишь каждый день, там, на мобильнике плюс. Нет, у меня же как игровой канал, мне приходится в другие игры играть. И поэтому нет такой возможности. Но, тем не менее, в игровом процессе знаю довольно много. И что надо, и что не надо. И как лучше, и как хуже. Так что, а вот насчет каких-нибудь плюшек, нововведений, да, можно было бы вполне, вполне что-то сюда добавить. Если, конечно, они смотрят, и им интересно. А вы, ребята, кстати, да, вы можете писать мне в комментариях, если, конечно, хотите. И высказывали бы чисто свое мнение, чего бы вы хотели бы видеть в этой игре. Ну, только прошу вас, конечно, не надо там писать про донаты, там, улучшить или ухудшить. Вы по существу. Вот что бы вам именно хотелось бы. Там, например, с кланами что-то связано, или с другими локациями. Про вот эти вот, чтобы там выпадали шмотки, там, дамаг уменьшить. Этого не надо, потому что это бесполезно. И эти, как, программисты уже, я так понимаю, выбрали определенную стезю, а они по ней идут. И пока все очень даже хорошо. Ничего не испортили. Баланс, я скажу, на уровне в данный момент стоит. Да, конечно, есть небольшие примочки, которые бы я и мог подсказать. Подсказать это по поводу ПВП очков. Как, например, сделать, чтобы люди меньше сливали себе рейд. И в то же время могли держаться на уровне определенном. Чтобы их постоянно не фармили. И они могли как-то здесь выживать. Вот. Я этого пока не буду здесь афишировать. Потому что вы сразу начнете этим всем пользоваться. Вот. А хотя, чего вы начнете этим пользоваться, если этого еще нет в игре. Это просто моя, как бы, задумка, чтобы я мог сделать. Заинтересовать людей, по крайней мере, нападать на вражеские замки, да. Получать ПВП очки. И, кстати, эти бы ПВП очки в определенной, так скажем, аббревиатуре, если бы они были как очки, можно было бы покупать ПВПшный шмот. Вы понимаете, как бы, если я, например, ухожу, грубо говоря, из игры. Ну, спать там, например, или что-нибудь, да. И у меня вот стоят вот люди в обычных шмотках. Естественно, если на меня нападает очень сильный герой, он меня, естественно, разбомбит. И для этого, например, бы я предложил бы ПВП шмот. Да, конечно, он получается за очки. Естественно, тебе надо нападать на замки. И чем крупнее враг, тем больше бы ты получал очков. И, соответственно, чем больше у тебя их, тем круче ты покупал бы шмотки. И, соответственно, эти шмотки бы защищали твой замок. Вот герой, находясь в этих шмотках, очень эффективно и продуктивно защищали бы твой замок. И, соответственно, если там персонаж брал бы этот замок при таких усиленных героях, он бы получал бы намного больше, например, ресурсов и также очков. Ну, это как бы, не знаю, может быть, это, конечно, кому-то покажется бредом. Ну, я считаю, что вполне-вполне бы сгодилось бы. Потому что не всегда, как вы знаете, найдешь подходящий шмот, а за ПВП очки почему бы не сделать такой, скажем, магический ларечек, да, который бы появлялся там, предположим, раз в неделю в определенный день. И все туда могли бы телепортироваться или там у себя в замке построить для него какое-то местечко. Подходить и покупать его. Довольно было бы неплохо. Я бы даже, думаю, очень хорошо. Ну, это я так все мечтаю, мечтаю. Это одна из моих плюшек, которую бы я просто сюда хотел бы внести в игру. Ну, мало ли че, как говорится, хочу, да мало получу. Мы с вами продолжаем играть. Я даже уже за этим разговором не успел посмотреть, как мы уже с вами последних орков валим. И это хорошо. Так, нам еще надо будет с вами... Мы, кстати, сейчас получим еще синий сундук, вы не забывайте. И пойдем, естественно, на новую локацию. Будем ее помаленьку тестить. Что там за ледяные такие големы и с чем их едят. И кто вообще у них... А, ну главарь у них Чав-Чав. Это я понял. Это будет босс ледяной страны. Вот, ребята, мудрец нам дал синий сундук. Давайте их отправим лечиться. И, наверное, мы с вами сейчас будем вскрывать сундучки. Так, надеюсь, из синего что-нибудь хорошее выпадет. Я его оставлю на потом. Ну-ка. Вау, зеленая броня. Ребята, на лучника выпала зеленая броня. Я уже зеленке рад, как будто это синяя или легендарка. Оу, да еще и лук в придачу. Обалдеть, ребята. Ну, это просто шикарно. Это действительно игра нас сейчас балует. Я уже от этого отвык. Если честно, я радуюсь, как ребенок просто-напросто вот этому всему. Хотя когда-то раньше это было само собой разумеющее. Ну что же. Так, забираем это все. И так, 29 минут. А здесь вообще 15 минут осталось, ребята. И будет у меня новая какая-то пуха. Кровь и лед. Так, 3 голема, 2 мертвяка. И мы с вами, ребята, естественно, отправляемся их бить. Бомбить. Уничтожать. Так, приготовляем, конечно же, взамен. Ну что ж, понеслась. У них всего 60 тысяч мощей. Ребята, это должны быть салаги, по идее. Да? Ой, куда вы побежали? Эй, ребята, хорош там на магов-то, на моих бычить. Ну-ка, упал, отжался. Вот так вот. Ладно, бомбим, дали. Шикарно, ребята. Ну просто, просто как, знаете, как вышел на прогулку. Или на тренировку сходил. Сначала орки, потом мертвецы. Лесные монстры, огненные чудовища, каменные глыбы. А теперь этот мерзейший чав-чавк. Это принцесса Оливия. Ёлки-палки, в первый раз её вижу. Где? Когда я так много нагрешила? Чавк-чавк-чавк. Ребята, нифига себе. Наконец-то мы увидели Оливию, принцессу. Ёлки-палки. Наконец-то у них снизошло сделать, как сказать, картинку для неё. Но вы ещё не забывайте, что мы здесь спасаем короля, помимо принцессы. Так, ближний бой, физический урон. Ну, а этих мы знаем сосунков, так что... Оу, здоровый, здоровый детина вышел-то, однако. Ну-ка. Ну, как видите, ребятушки, всё идёт чин-чинарём. Несмотря на то, что он здоровый, мы его победили. Ну, а скелеты-лучники, как и в прошлых сериях, были дрищами, так и остались ими. Так, сундук, главное, забрали. Отлично, давайте посмотрим, что у нас. Блин, у меня две брони. Вау. Сфера. Ну, на 37-й уровень, ребят, ну вы что, издеваетесь, что ли, а? На 37-й уровень. Но зато зелёная, не забывайте. Кстати, да, у меня же зелёная броня. Ну, наверное, она будет похуже, чем у меня сейчас синька. Так, ну что ж, давайте продолжим. Ага, уже три. И три некра... Это... А чё такое? Ха-ха! Какого фига мои маги-то упали, ребята? Они даже пикнуть не успели. Чё за дела-то, на самом деле, я не врубился. Ёлки... Нет, смотрите, они по мне урон-то практически не наносят, а минимальный какой-то, да? Ну, и я в то же время бью, как, не знаю, знаете, по одному месту ладошкой, грубо говоря. Это я только одного завалил? Не-е-е-е, ребят, куда? Мне тут без подхила, без рейсельщика делать нечего. Естественно, я здесь проиграл. Не понял я. Я сейчас обязательно, ребята, гляну. Что это за чудики такие? Как они, интересно, могли победить с одного удара моих магов? Да-да-да, Дональд, я тебя прекрасно понял. Что... Что мы ещё якобы не доросли. Но, на самом деле, здесь в чём-то другом загвоздка. Сейчас мы с вами глянем. Подождите, не сюда. Ну-ка, где она? Вот. Дайте... Так, ближний бой, урон. Раз в некоторое время погружается в стазис и не может атаковать. Но это понятно. Это не то. Так, он не мог меня, судара, убить, потому что это вообще воин. Ну-ка, этих ребят. Любимая цель стрелки убивает магов, ребята. Убивает магов он. Вот в чём дело. Это маги, которые убивают других магов. Ну, что же я могу сказать вам по этому поводу? Я эту локацию в данный момент не пройду. А знаете почему, ребят? Потому что воины у меня слабенькие. А всё своё оружие, как вы помните, арбалеты, луки, я по дурости поломал. И даже ближней тобой у меня нету никаких-то там дубин, булав, чтобы я мог просто их раскурочить здесь. Ёлки-палки, вот это я попал. Ну, откуда же я знал, что здесь так сделают всё по-хитрому? Да, с магами идти туда воевать бесполезно. Тем более они все слабенькие. 55-го уровня. Ну, два там есть. Один 60-го, другой, по-моему, 63-го. Но вдвоём я опять же не пройду. И к тому же обязательно должен быть хиллер. Или же все должны быть стрелками. Чёрт его знает, как лучше сделать. Ладно, давайте, ребята, пофармим маленько. С вами игроков. О, да вы посмотрите. Это называется, знаете как? Пришёл, увидел, победил. Тем более он в игре. Точнее, ну, его нет в игре. Я имею в виду, что замок свободный. Всё. Вот так вот я заработал 200 тысяч сейчас. В данный момент даже... Я не помню, а какого лешего у меня маг делает внизу? Иди давай наверх. Притулился тут, а, халявщик. Так, ну что, подождём, пока моя родная отхилится. А мы с вами, наверное, глянем. 296 тысяч. Ё-моё, неплохо, недурно. Так, 107 тысяч мощей. Синька. Зелёнка. Оу, не-не-не, ребята, очень много синьки. Так же, как и зелёнки. Поэтому бесполезно. Так, а этот, что у нас предлагает? 106 тысяч мощей. Оу, фиолетовый. Нет, по ходу дела, нам на него тоже нет резона нападать. И даже не в том дело, что я боюсь. Ну, просто яблок уже очень мало осталось. И я хочу действительно набить себе маленько денег. И попробовать построить себе, как она там называется-то? Ну, в общем, комната для крафта амулетов и колец. Она стоит миллион. Хотя у меня денег, в принципе, и хватает. Вполне даже. Ну-ка, что у нас тут будет? Как результат нашего боя развернётся для нас? Слушайте, по-моему, мы здесь победим. Да-да-да, ребята, побеждаем. Сейчас я этого воина... Опа! Уложил. И я, кстати, думаю, да, наверное, есть смысл потихоньку возвращать луков, лучников в игру. То бишь делать как... Помните, да, нашу стандартную формацию? У нас было воин, два мага... Нет, три мага и один арбалетчик у нас. Вот так было. Но ещё можно сделать, например, воин, два мага и два арбалетчика. Почему бы нет? Но единственное, что надо хороший арбалет. Зелёный. А в лучшем, конечно... Блин, 190 кристаллов. А у меня есть, ребята. Может быть, закончить, а? По-быренькому. Блин, кристаллы жалко тратить на это, конечно. Но хочу просто как можно быстрее сделать. Ох, здесь не прокатит. Ага, вот это я могу, ребята, завершить. Всё шикарно. И, естественно, сразу же мы с вами построим ювелирная мастерская. Вот она как называется. Давайте-ка, наверное, вот сюда её влепим. Сколько она будет? Ага, два дня будет она делаться. Немало. Но, тем не менее, я думаю, оно того будет стоить, ребят. Мы дальше, когда она сделается, будем тестить, проверять, что оно нам даст. И какие вообще там колечки будут делаться. Я так понимаю, тоже за кристаллы. За зелёные, за синие, за обычные. В общем, всё пока на мазей. Честно скажу, мне здесь всё нравится. Всё меня устраивает. Пока я не вижу никаких тут изъянов. Там, к чему можно было бы прикопаться. Хотя я знаю, что обязательно кто-нибудь найдётся. Как обычно будет писать. Фу, говно, они обнова. Там тыры-пыры, трали-вали. В общем, это их не дела. А я тебе скажу своё мнение. Мне нравится. Всё отлично. Новая локация есть. Сейчас, по крайней мере, я хоть буду чем-то заниматься. Помимо того, что мы, как с вами, обычно фармим орков, да, там, зарабатываем деньги на какие-то постройки. Теперь мы сможем проходить основную сюжетную линию. И, как вы видели, там очень много у нас врагов будет. Так что фарм, фарм и ещё раз фарм. Так, давайте ещё раз посмотрим. Может, кого-нибудь найдём ещё. Ух ты, ну-ка. Блин, да что ж такое, а? Он в игре. Блин, а так бы неплохо было бы его фармануть-то, а? Столько денежек у него лежит. Ёлки-палки. Ну, а с меня сейчас уже нечего взять. Я все деньги спустил. Так что я, грубо говоря, спокоен. Я могу смело сейчас закрывать игру и идти отдыхать. Я, на самом деле, уже сутки не сплю. Очень сильно устал, ребята. Как бы я даже этот обзор сейчас делаю уже на последних силах, если честно. Вот. Но, как вы знаете, я не мог бросить своих любимых зрителей и не осведомить их о вот такой вещи, как обновление. Вот. Так что, ребята, если что-то с голосом моим, или говорю что-то не то, или запинаюсь, это всё только из-за того, что я очень сильно устал, ребята. Ну что же. В принципе, и всё, да. 90 тысяч яблок у нас осталось. 5 минут, и будет моё оружие готово. Но у меня уже просто нет сил, ребята, как бы ждать. 5 минут, в принципе, это недолго, но просто глаза залипаются. Так, что тут у нас? Хочу спасать, срочно спасать, быстрее сосать. Идиот какой-то, а? Всем удачи. И колец амулетов. И я спать. О, смотрите, видите, ребята тоже тут спать хотят. Ну, наверное, тогда и я пошёл на боковую. Ладно, ребята, всем спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующей серии. Будет интересно, я надеюсь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!